Итак, снова здравствуйте, с вами Леторм, и мы продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Как вы помните, в прошлой серии мы дошли, собственно, до города врата Балдора, Baldur's Gate, вот, и пошли по магазинам. Сейчас мы стоим у мага, вот, изучаем, что у него есть. Кстати, шкурный доспех. Не видел раньше. Позволяет использовать воровские навыки со штрафами. Безшумность, взлом замков, воровство, скрытность. Так. Стрела в биске. Убивает огра-мага при попадании. Это стрела изогнутая черная. Ну, не знаю, есть ли у нас огры-маги, тут... Стрела огня плюс 2. Один до шесть, один, не сорвана от огня. А, да, я хотел, во-первых... Так, давайте посмотрим, что у нас тут спас-бросов против руб еще. Не знаю, вы знаете, честно говоря, мне эти мантии, они не внушают сильно доверия такого. Давайте, потому что сейчас одет он на нашей манте. Вон, мантия путешественника одета, да. Да, да, да. Мантии искателя приключений против дробящего, против превращения. Мантия сопротивления холода пускай будет, на всякий случай. Вот, жезлы тоже пускай будут. Так. Кольчуга плюс 1 подаем. Никто у нас не носит. Так, латы. Латы. Базовый класс защиты 2. Нельзя одеть из-за другой магической экипировки, которая сейчас используется. Наверное, вот этот, что ли? Ну, ладно. Так. Вот здесь То же самое. То есть... Забавно. То есть мы эти латы не можем никому, получается, одеть. Ну, нашим главным смыслом одевать вообще нет. Сюда же нельзя латы одевать, я так понимаю. О, можно. Смотрите. Отлично. У нас у броида теперь есть получше латы. Мантии мы отдадим волшебнику. Так, пластинчатая кольчуга. Хорошо. Продадим сейчас ее, если есть возможность. Да, за 40 монеток. Отлично. Так, лапа гепарда. Паучу погибель мы оставляем как оружие. Так, купить Рошада. Ну, честно говоря, не знаю. 1 до 8 плюс 2, конечно, неплохо. Может быть, со временем мы кому-то прокачаем. Потом пока пускай будет. Так. История Мартвой Троицы. История Титира. Давайте продадим пока эти книжки. Так. А я хотел купить у него знание. Так. Духовный доспех уровень 4. Некромантия. 3 часа на одно существо. Так. Давайте начнем, наверное, сверху все-таки. Так. Так. Ясновидение. Ясновидение позволяет заклинанию видеть мыслиным взором подробности рельефа и здания во следуемой области. Заклинание имеет огромное область действий и полностью убирает туман войны с данной территории. Однако не позволяет видеть живые существа и их перемещение. То есть можно карту таким образом открывать. Интересно. Пускай будет. Далее, призывание монстров. Не обнаружение. Не обнаружение что даёт. Прочитав этоat'o заклинание, загнeadниль выделяет... Виддают выбранность от racis risko всяaство не определяются при помощи законания и перрицания. Ну, не обязательно. Призывание монстров. Призвать случайных монстров с общим уровнем здоровья в 3d8. Пускай будет. Череп ловушка. Прочитав этоat'o заклинание, загнадель бросает выбранное место череп. Этот череп будет парить в одном месте до сих пор, пока кто-нибудь не окажется в 13 футах от него. После этого череп взрывается, поражая всех в радиусе 20 футов. Ловушка причиняет 1d6 магического урона на уровень заглянателя. При успешном спойблазке против заглядания наносит только половина. При чтении заглядания лучше установить череп подальше из группы, чтобы случайно никто не пострадал. Отлично. Череп ловушка изумительная штука. Прикосновение вампира. 1d6 пунктов здоровья. Они добавляются в здоровье заглянателя, включая пункты связь максимума, считаются временем и исчезают через 5 ходов. Ну, подойдет, пускай будет. Так, мелкие метеоры мельфа. Это заглядание состоит несколько мелких хогенных шаров. Каждый метеор имеет зачарование плюс 6, улучшение акт-хака, атак. 1d4 плюс 3 нюнс, так. Ну, неплохо пойдет, какой уровень, там третий, да? В общем, неужа закупить. Нужно забить на метах. Так... Продолжаем. Каждый мельф. Мы остановились на... ...мелкие метеоры мельфи. Так. удержание нежити закона и держать неподвижными на одном месте винты 400 желез принадлежащих нежити на протяжении всего срока действия два раунда на уровень не знаю нужно ли это сейчас там пока не будем опознание обязательно обнаружение зла не нужно определение мировоззрения срока это заклинание отделяется персонажа силы равны 18 до 1000 плюс 50 процентов исключительной силы насколько на ход на уровне пока нет смысла слова силы усыпления малая сфера неизвестности защитит обычных снарядов заклинание предоставляет целью полную неудивимость любым не магическим зарядом таким как стрелы арборетные стрелы дротики заря снаряды для пращи этот метод предмет не жалко вот так вот пригодится не знаю дороговато призвание монстров второго уровня 4 заклинания пускай будет малая сфера неуязвимостей законе создает боковые заклинания слабыми чаще сферу которые перемещаются вместе с заклинанием не позволяет мигнуть загнанием первого второго и третьего уровня это касается также эффектов собой способности магических предметов однако сфера можно сферу можно использовать любые заклинания влияющие на объекты снаружи это никак не воздействует на сферу заклинание 4 уровня и выше сфера не влияет а магические атаки такие как пробой заклинание пронзание магии так огонь с солнцем это загнание похоже на огненный шар взрывающий заряд пламени который детонирует низким врохотом у нас втором пропорциональные уровня заклинать или 1 до 6 за каждый уровень максимум 15 6 принципе огонь солнца какого пятого уровня эти заклинания пока не нужно сфера отюка заклинание создает мерцающую силовую сферу которая окружает выбранное существо будет сдерживать существо во время чтения заклинания она абсолютно не восприняющего к любым повреждениям не способ врать ее попытаться развеять заклинания создание в этой сфере находится полной безопасности всех внешних воздействий на то же время совершенно не мышление на внешний мир ну неплохо конечно пригодится со временем духовный доспех жезлы всякие жезл парализации пригодится со временем конечно же тоже за призывателем мостом жезл небес эффект причиняет 8 до 6 урон от огня даже очень неплохо 3000 денег стоит но со временем может пригодится я думаю что на этом мы закончим наше нахождение тут четвертый уровень четвертого мы знаем два запомнания третьего уровня побольше заклинания сесть на череповую все такое вот так а это кто а из катер приключений улица этого прекрасного города полный глупцов не правда ли и двое величайших из них аркеон и немфор некроманты дерущиеся из-за своих побрекушек которые не представляют никакой ценности уверяю тебя от них больше проблем чем пользы лучше держись от них подальше дневник обновлён режисс передал мне странное предупреждение еще двух некромантов посоветовал не мешать своих отношениях посмотрим в любом случае на данный момент у нас так николас и погоди секунду мне надо рассказать тебе пару слов ты ведь наемник так по крайней мере на улице говорят что ты выполняешь всякие поручения то здесь то там да мой босс хочет кое-что обсудить с тобой если у тебя найдется время время он ценить умеет ты получишь 50 золотых если просто высуши его высушишь его так все золотых чтобы высушить отлично введи мудрое решение теперь следуй за мной я покажу путь к зданию гильдии если спросят пароль отвечай когда придешь внутрь найди человека по имени Аллатас ворона в шрам Туйбунт сюда ну это гильдия воров я так понимаю мошенник эй ты что ты здесь делаешь тебе лучше убраться сюда если конечно ты не знаешь пароль я знаю пароль если ты знаешь пароль так скажи его вот он точно приятель теперь можешь войти клянусь она уронила коршенек а поднял чтобы вернуть его ей я бы никогда постойка ты ведь не стражница а просто бездельница и ты мешаешь мне заниматься своим делом проваливай иначе к тебе почему-то там пришли ну побеседуем с гильдии воров местные почему бы нет если темпус вылезет так вот это чувак ммм с этим добро пожаловать моя малютка пожалуйста расслабься не хватайся за оружие тебе здесь ничто не угрожает сначала должен принести извинения за манеры моих подчиненных полагаю воровской гильдии надлежит поддерживать свою марку в глазах других но это не должно омрачить нашего знакомства я алата стульгут хотя и попросил бы тебя не использовать это имя слишком часто ты несомненно ли торм не удивляйся во вратах балдора найдется совсем немного людей тех кого я не знаю по именам ты здесь всего несколько дней но тебе уже удалось наделать много шума у тебя есть что конкретно сказать мне или я здесь только для того чтобы услышать твою пустую трипотню хо-хо какая пылкость и полное отсутствие здравого смысла к сожалению именно это и становится наиболее частой причиной преждевременной смерти членов моей организации но ты мне нравишься поэтому я пожалуй на первый раз тебя прощу тебе выпала редкая возможность переформулировать только что сказано и продлить себе жизнь у меня льстит такой интерес к моей персоне но мне непонятны твои намерения о я вовсе не собирался тебе льстить я просто хотел заверить тебя в том что за тобой следили с момента твоего появления в городе а что до моих намерений у меня есть тебе предложение а точнее небольшое задание которое лучше всего поручить тому кого не знают в городе не сомневаюсь что в ворской гильдии есть те кто способен выполнить то о чем ты меня просишь опасность что тебя узнают не самая большая забота для тех кто может скрываться в тени зачем тебе я очень тонко подмечено на самом деле у меня в гильдии достаточно мастеров своего дела но большинство из них сейчас прохлаждаются в тюрьме стража в последнее время стала чрезмерно бдительной из-за участившихся разбоев на дорогах иногда дать им должное они схватили многих моих лучших ребят уверен в случае с нашей гильдией станет первым в истории нам действительно сейчас не хватает воров меня не интересует твоя организация не работая не прости но тебе приходится поискать кого-нибудь еще боюсь все не так просто хотя когда так бывает правда видишь ли тебя пропастили внутренние покои моей гильдии тебе довелось встретиться со мной и видеть многих членов моей организации тебе от этого знания никакого толку не будет но если то что теперь известно тебе станет известно городской стражей у меня будут серьезные проблемы скажу тебе сразу я не могу допустить чтобы эта информация покинула пределы этих стен с кем-то кто не находится у нас гильдии на хорошем счету так что твой выбор в определенном смысле ограничен постарайся сделать его правильно насколько я понимаю у меня безвыходное положение но я все равно не хочу иметь ничего общего ни с тобой ни с твоей долбанной гильдии воров очень жаль просу меня извините но я не могу позволить тебе уйти отсюда поскольку тебе довелось увидеть лицо меня и других членов гильдии безопасность превыше всего так что ценой за него это расстояние твоя жизнь ну ладно подеремся я QuiCity я не хочу избили事 воров и ментники кто видел По крайней мере в первом прохождении точно. Субтитры создавал DimaTorzok Просто взяли и вырезали целую гильдию воров. Немножко, конечно, Диаблой попахивает. Ловушка сработала. Ничего страшного, нанесло какое-то количество урона. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, кстати, у нас не появилось ли чего-то, а Латас и Гильдия Воров. Латас и Гильдия Воров напал на меня сразу же после того, как я получил отказ на свое предложение, понравилось ли мне оно? Да... Да что такое? Все такими ловушечками вставлено прям... Здесь никого нет... Непонятно как туда пройти... Ладно... И вон в ту непонятно как пройти... Я так понимаю, что с разных сторон можно просто заходить в это место... Так... Давайте выйдем... ... ... А, так не можно сюда пройти... ... 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 Так, давайте сразу узнаем, что это за руководство... ... 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 я увеличена 19 так таверна эльфийская песня колдовские припасы оружейный магазин почти все исследовали стена здесь нужно куда-то пройти за нее какой-то похожий на жилой райончик на карте никаких отметок у нас нет так ну ладно давайте тогда сейчас отдохнем давайте отдохнем в эльфийской песне и отправимся дальше я думаю что в такой игре как балдрус гейт гильдия воров это уже значит что мы будем конфликтовать с какими-то возможно там правительством руководством этого города либо же с кем-то еще с какой-то другой виде поэтому я решила что лучше сразу обойтись без этого дыхаем айгол сэмси и фо я так теперь мы поднимем уровень оружейные навыки ну вот как раз то что я говорил что мы можем сейчас прокачать вот тут самое с кем-то рвать и джаше так что мы еще умеем сгонять нежить умеем остальная мелочь хожу так ну что ж пойдем дальше минск держись подальше динахейр под моей защитой спокойно минск тебе не взять направлять такую заботу куда идет динахейр туда идет мой клинок увидит что-то короче я не понял чего это минск тут съелся вдруг ну ладно а ночью красиво выглядит довольно город такое ощущение есть разница между днем и ночью так ну что ж я думаю что я думаю что что нам нужно пойти здание в юго-западной части город балдора скар нанял меня чтобы свое странное происшествие за год на западной части города категорически говорят идти в юго-западную часть города стесла туда мы скорее всего сейчас отправимся я вообще честно говоря я бы дождался дня давайте хорошо что цены в таверне адекватные потому что если я не ошибаюсь то в оригинальном балдорс гейте в таверне там где-то 100 золотых стыло отдохнуть непонятно какого причиня и вам сам иски лично день люди то что надо и и и и и и и часть города магазин магазин который называется просто магазин ну ладно давайте зайдем в простой магазин пою что ассортимент не такой широкий каким должен быть но я стараюсь держать под рукой с опасностных товаров думаю меня это устроит давай взглянем ничего интересного у него нет познать он может а это же получается граница города да уж красиво ничего не скажешь это шли в какой-то темный переулок еще и дождь пошел очень отлично гостиница и таверна магазин ага это похоже на порт я сомневаюсь что в этих бачках найдем что-то полезное поэтому я даже перестал их осматривать а 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 николай приветствую потому как ты озираешься вокруг а смеюсь я положить что ты в городе недавно всего лишь за пятнадцать золотых моска могу рассказать тебе о славной истории не когда струившиеся по обремененным венам этого великого города. Конечно, такая история стоит этих денег. О да, этот город, каким мы его знаем сейчас, напоминает форму полумесяца. Его многочисленные причалы и доки выступают вдоль западной части, там, где река Чиантар впадает в сияющее море мечей. Раньше мост западного берега этого моря соединял материк лишь со скалистым островком, на котором возвышалась старая и массивная морская башня Балдурана. Именно здесь и начинается настоящая история. Хочешь, Балдуран был выдающимся и добронравным пиратом, бороздившим море мечей в давние времена. Он построил эту морскую башню, которая нынче носит его имя, чтобы она направляла его к дому и предупреждала о нападениях на его родню и собратьев, чтобы основались на северном берегу реки. Со временем несколько целеостресемленных торговцев и его приятелей, морских капитанов, собрались здесь и построили внутреннюю городскую стену, чтобы защитить свои товары и имущество от постоянных набегов других пиратов и орков. У тебя отсутствующий вид, ты все еще хочешь, чтобы я продолжал? Конечно. Балдуран находился вдали от дома, когда было принято решение о постройке этой стены, а вернувшись, он узнал, что многие из его родней и собратьев оказались за ее пределами и стали уязвимы для любого нападения. А поскольку в начале того самого лета орки начали наступление на город, это вызвало всеобщий хаос среди жителей. Именно тогда на горизонте появились паруса Балдурана, возвращавшегося домой. В гневе Балдуран убил всех членов совета капитанов и торговцев за подобное высокомерие и эгоизм. Он пощадил лишь четверых тех, кто высказывался против решения совета. Вместе они распорядились о немедленном строительстве внешней стены города и моста с воротами, благодаря которым врата Балдуре получили свое название. Столкнувшись со сплоченным городом и крепкой обороной, орки были повержены и за проявленную доблесть Балдуран назначил тех четверых капитанов герцогами города. Вот это все о вратах Балдура в двух словах. Я впечатлен твоим термением. Расскажи мне еще, я хочу узнать все об этом городе. Ну на самом деле больше особо нечего рассказывать. Балдуран в конце концов умер, скорее всего пропал где-то в море, а четверо герцогов стали передавать свои титулы по наследству и так продолжалось многие годы. Сейчас конечно герцогов избирают, но они сохраняют свой титул до самой смерти. Со временем они стали более терпимыми и мягкими. Я думаю многие жители хотели бы видеть на их месте более решительных и властных правителей. Но это уже будущее, а не прошлое. Кто знает, что он нам готовит. Спасибо за рок истории, это стоило 15 золотых. Мне стоит благодарность, и старику было приятно поговорить с тобой. Вот так вот ребята, мы узнали историю города Балдурсгейт. Клинок и звезды, таверна похоже. Дом Ганталодана. Кто это такой Ганталодан? Давайте зайдем посмотрим. Сейчас никого нет. Забрали, отнесли. Немножко ты умеешь. Балдурсгейт спит. Кашлят. Что? Кто? Кто здесь? У меня вообще голубанная кошка шмудает у нас. Хе, ты что-то квирный парень. Я уйду. Зали севера. Ну, в общем, такое было не очень правильное решение. Давайте лучше загрузимся. То есть, там можно было, как бы, обокрасть дом. Вот. Ну, я думаю, что если нам это нужно будет сделать по заданию, то мы это обязательно сделаем. Так я не вижу смысла. Давайте пока зайдем в таверну. Смотрите, тут прям куча каких-то людей. Провидец Гаскер, ты свет, проницающий тьму. Ты ищешь истины. В тебе заключено больше, чем ты можешь себе представить. Так говорит провидец, ибо он видит ужас, который ты таишь в себе. Видит ужас, которым ты все еще можешь стать. В логиве Василиска ты найдешь камень с феном. Принеси его мне. Окей. Неплохо. Так, и еще парочка. Сквозь туманы госпожи Шаэла видит в тебе силу и достоинство искать от приключений. Кто такая Шаэла? Шаэла перед тобой. Высшая из посредственных жриц туманной тени. Она говорит с тобой сквозь туманной лейеры. Лейера, кто это? Лейера, властительница туманов, мать всех иллюзий. Хранительница заблуждений, туманная тень. Говорят, она погибла в смутное время от руки Сирика, преданная маской. Маскам, скорее всего. Говорят, она любила маску и по-прежнему его любит. Говорят, что боги могут умереть. Говорят, что боги могут родиться. Говорят, что боги лишь иллюзия, которую мы создаем ради собственного удовлетворения. Говорят, что боги есть иллюзия, нужная нам, чтобы избавиться от страха жизни, страха смерти, страха бытия. Если боги лишь прибытие от всего этого, если боги всего лишь иллюзия, тогда, наверное, лейера единственный маяк истины во всем нашем пантеоне лжи. Но если боги существуют в реальности, если они истинные и всезнающие, тогда лейера не может быть богиней, должна быть мертва, если, конечно, она вообще когда-нибудь жила. Ну, как ты можешь поклоняться тому, что неспособно... Ну, как ты можешь поклоняться тому, что неспособно опознать? Это более-менее достаточно отражает мою точку зрения. Но я не понимаю. А ты... А, так значит, ты действительно из наших. Ты и правда вместе с Шейлой пребываешь в тумане лейеры? Может ли Шейла благословить тебя заданием от госпожи? Конечно. Какая дерзость? Убирайся, раз ты из тех, кто жаждет, разберет туман лейерой. В общем, я ничего не понял. Елкар тоже что-то сказал мне. Короче, в общем, я так понимаю, что мы что-то неправильно ответили. Вот. И из-за этого с нами не стал говорить... Точнее, она ушла. Вот. Ну, какой-то диалог был очень такой спонтанный, непонятный, странный. Поэтому я не знаю, что дальше сказать можно. Ладно, давайте пока продолжим наш путь. Возможно, мы еще ее встретим. Так. Отсюда мы можем только назад пойти. Значит, нам нужно вниз, получается. Да, точнее, вниз. Вот. Вот сюда. Ну да, тоже мы пришли. И вот я, если не ошибаюсь, вы просто будете вдоль западной части. Вот это вот, точно, вдоль западная. Так. Мы все еще в портовой части. Ну, давайте на пристань пройдем, посмотрим. Тарабль, на который даже можно пройти, я так понимаю. Тусклый фонарь. А, нет, это гостиница. Да, это гостиница. Здесь есть некий лобар. Я стою готова, если мы сделаем. Добро пожаловать в таверную тусклую фонарь, мой друг. Надеюсь, ты сможешь приятно провести здесь время и насладиться многими из тех незабываемых развлечений, которые мы предлагаем. Отличное предложение. Похоже, это весьма популярное место. О, конечно. У нас здесь бывают клиенты самых разных профессий. Думаю, тебе вряд ли удастся найти более разношерстную компанию, которая будет мирно уживаться в одной комнате. Конечно, имеются здесь и свои подстрекатели, но у нас есть все, чтобы быстро подавить любой недостаток. Удовольство. Приятного времяпрепровождения. Ну, и все получается. Говорятка. Приветствую. Надеюсь, свое пребывание в таверне Тусклый Фонарь было приятным? Ты явно не из местных. С каких же экзотических мест ты родом? Я из Карнира, я из Лотердипа. На самом деле, я много откуда. Бываю там и там. Сейчас я расследую неприятности, что поразили этот регион за последнее время. Хм, очень интересно. Желаю удачи от твоих расследований. Приветствую. В принципе, понятно, есть такое место. Довольно красиво. В корабле мне всегда интересно было побывать в каком-то подобном заведении, которое именно находится на борту корабля. Кешл. Эй, приятель, как твои дела сегодня? Прогуливаешься по докам, да? Лучшего места для размышления не найти. Я часто здесь брошу. И все мои заботы сразу же улетучиваются. Ты прожил здесь всю свою жизнь? Еще нет. Эй! Я говорю, еще нет. Ты спрашиваешь, прожил ли я здесь всю свою жизнь? Я говорю, еще нет. Надо же еще как шутить получается. Раньше от этой шутки парни катались по палубе и бились об нее, как камбалы о доске. Конечно, когда они услышали это в тысячный раз, уже не так громко смеялись. Ты вот тоже что-то не особо смеешься. Эх, постою-ка я здесь еще немного. Ну, видимо, какой-то моряк. Склад какой-то. Мы не будем ничего воровать. Это не то, зачем мы пришли сюда. Здание начальника порта. Партизаночки, отлично. Куда же без них в порту. Два склада получаются. Склады и каменные здания. Можно заметить, они деревянные. Тут ездит тележка. Керачус. Эй, поосторожнее, ходи вблизи пистели. Морские брызги делают камни ужасно скользкими. Меня зовут Керачус. Я могу тебе чего-нибудь помочь? Что ты здесь делаешь? Да я личный портовый рабочий самого герцога, если хочешь знать. Ну, ладно, я самый обычный рабочий из доков, как и все остальные. Но я был на борту роскошных галер и разгружал товары из Нового Света. Из Нового Света? А что, по Среди моря есть портал, через который можно опасть туда? Еще интереснее. Сейчас поговаривают, что мир больше не плоский, а круглый, как идеальная сфера, которая вращается вокруг своей оси, подобно кристаллу волшебника. Мы взгромоздились на его верхнюю половину, а те, кто живет в Новом Сете, например, в мастике, цепляются за его нижнюю сторону, словно летучие мыши. Когда-нибудь я приберусь на борт одного из этих кораблей, чтобы своими глазами видеть такие чудеса. Вот видите, сейчас обговаривалась идея того, что Земля круглая. Ура, значит вперед в Новый Свет, Керачус, какой бы облик он не принял. Увы, я не могу здесь задерживаться. Может поговорим в другой раз. Если только в твое отсутствие, я не залезу в триум одного из этих кораблей. Что я мог бы сказать, честно говоря, не знаю. Ну ладно, давайте же в ящик заглядем. О, вот видите, интересно. Не проклятые ли они? Так, дом королевы вот. Ну, не знаю, можно ли мы туда. Не знаю, что там, вряд ли. Винтирис Фулсон. Жахера, моя дорогая, ты сияешь как никогда. А глаза твои, как и всегда, лучатся радостью. Это и есть то самое приемное дитя Гориона? Да, дитя наделено самообладанием. Я чувствую, что в этой груди бьется праведное сердце. Алиторн, позволь мне представиться. Я Энтирис Фулсон. Арфист. Друг твоих друзей и твоего приемного отца Гориона. Это честь для меня, Арфист. Кажется, тебе известно о моем положении куда больше, чем мне. Не дашь ли совет относительно того, что мне принадлежит сделать? Нет, это честь для меня, Алиторн. Ты особенная личность, но, к сожалению, это подвергает тебя смертельной опасности. Мне бы хотелось рассказать больше, но, боюсь, это только усугубит твое положение. Пока что знай. Если ты хочешь преуспеть в борьбе с Железным Троном, можешь доверять Скару и Герцогу Эльтону, а не оба из Пламенного Кулака. Это наши друзья и достойные люди. Однако, я что-то заболтался. Меня ждут срочные дела в другом месте. Приятно было познакомиться с тобой, Алиторн. Позаботься о Джахере. Я ведь качал ее на коленях, когда она была еще совсем малышкой. День обновлен. Оказывается, за мной приглядывают Арфисты. Халид и Джахера тоже принадлежат к этой организации. Еще один Арфист, Интилис Фулсом. Похоже, неплохо осведомлен о своей заинтересованности Железным Троном. Он посоветовал мне обратиться за помощью. Ну, понятно, к кому обратиться. Вот, и одного из них мы уже все равно встретили. И он советовал нам разобраться известно с чем. Когда я понимаю, что Скар, он, собственно говоря, по заданию этого Герцога и дал мне задание. Снова они обменялись твоим любезностям. Я так понимаю, что нам пока не дадут проникнуть за внутреннюю стену. Пока мы не разберемся с неприятностями здесь. Давайте попробуем на всякий случай подойти к этому краю карты. Пусть от нас или нет куда-нибудь отсюда, в новое место. А, да, пускай, смотрите, за внутреннюю стену вроде как. Ну, по крайней мере, локация, которая на границе. Ну, давайте сначала все же пройдемся туда, куда нам нужно. То есть, на юго-запад. Я думаю, что сюда. Да, ситуация у нас такая с вами. Заварушка начинается. Посмотрим, что будет дальше. Что-то мне подсказывает, что это еще далеко не конец игры. Но мы уже в финальной точке нашего приключения. Ну, что, в принципе, мы почти всю карту обследовали. А, еще вот здесь он не обследовался. Так, это можно бы пройти. Ну, это понятно, туда же уйдется. Ну, вот смотрите, Железный Трон. Опа, вот и здание этой организации. Интересно. 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 И что ж? То есть, мы просто можем туда зайти и все. Ну, я думаю. Или это и есть юго-запад? Ладно, давайте сюда отправимся. Нам нужно найти торговую компанию Семисонс. Для начала Семисонс. Просто деньги лежали в незакрытом ящике. Мы их взяли и никто никому ничего не сказал. Люблю я Baldur's Gate. Семисонс. Вот, собственно говоря, и оно. Ну, давайте пока вокруг походим. Может, чего узнаем. Мы, кстати, с обывателями не говорим вообще. Я? Прошу прощения за навязчивость, но разве ты не из тех самых искателей приключений, которые очистили шахты на шкель от монстров? Я просто хочу сказать, что так приятно видеть кого-то, кто готов рискнуть своей жизнью, чтобы помочь другу. Да, это я. Я популярен. Главное здание Лиги Торговцев. Снова стены городские. Магазин, магазин. Давайте заглянем, не знаю. Вряд ли, конечно, магазины без названия. В них что-то будет полезное, но кто знает. Приятного аппетита. В моей двери всегда открыты для тех, у кого в карманах звенят монеты. Если у меня нет того, что тебе нужно, значит, тебе это не нужно. Покажи, что у тебя есть. Разрушитель холмов. Пояс затупления. Улучшение. Улучшение класса защиты плюс 4 против дробящего. Ну, такое, не знаю. В смысле. И все, что ли? Возможно, против дробящего когда-нибудь нам это пригодится. Так, и где-то здесь еще один магазин. Нужно только понять, как в него зайти. Почему я против? А, вот. Магазины довольно однообразные. В этом прямо шла. Можешь посмотреть на представленные у меня товары, но только при условии, что у тебя есть золото на их покупку. Вообще ничего. Абсолютно ничего. Ну, давайте подадим. А, вот. Рукавица, можете познать. Рукавец оружейного навыка. Улучшение тхак. Ну, в принципе, так-то неплохо. Ну, в принципе, так-то неплохо. Так, так, вот. У нас тут переплавленный рюкзак, как оказалось. Я думаю, что на этом мы с вами сейчас закончим эту серию, потому что время уже подошло к концу. В следующей серии мы до конца, я думаю, следуем данную локацию и после этого уже отправимся в торговую компанию 7Sounds. А на сегодня это все. Спасибо за просмотры, напишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. С вами был Элиторн и до следующей серии.